Премьер-министр Италии Джорджа Мелани, к огромному сожалению, кремлевских пропагандистов, четко продемонстрировала свою позицию в вопросе поддержки Украины. В ходе заседания парламента Италии депутат Элизе Скутелли выразила мнение о том, что Италии необходимо остановиться и перестать предоставлять помощь Украине. Ответ на вброшенный кремлевский нарратив от премьер-министра Мелани покорил соцсети. Напомним, что 22 октября 2022 года Джорджа Мелани, лидер правой партии «Братья Италии», ранее занимавшая пост министра по делам молодежи, стала первой в истории женщиной-премьер-министром. Мощность пощечины, прилетевшей к кремлевскому режиму, легко оценить, исходя из рассуждений российских пропагандистов в сентябре-октябре 2022 года. На тот момент Соловьев, Симоньян и в целом все братья студийных экспертов очень рассчитывала на благосклонность к Кремлю нового лидера Италии. Мелани для галочки сказала, что Россия якобы совершила агрессию против Украины, но на этом все. Все остальное время она также говорила про газ, 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 газ. В новом премьер-министре довольные пропагандисты видели некое окно возможностей потенциального союзника в Европе. Многие из наших комментаторов так поверхностно смотрят, говорят, ну они же ни разу не сказали, что они против санкций, которые введены против России, или они что-то. Понятно, что если сейчас они это скажут, то все средства массовой информации глобалистов на них навалятся. Но у нас появляется там сейчас, если не окно, то такая еще одна форточка. Вот если на кого-то Мелани похоже, она очень похожа на Орбана. По своей риторике, по своему подходу к этим вопросам. Но не внешне. Но не внешне, да. Наверное, это для нее и хорошо. К счастью. Поэтому у нас будет уже второе такое окно возможностей. Пропагандисты на перегонки прогнозировали европейский разлад в вопросе поддержки Украины. Потому речь Мелани можно и нужно считать ярким ответом на все прогнозы и надежды Кремля в контексте усталости Запада от войны в Украине. То есть, вы считаете, например, что для открытия какой-то таблицы трансляции или нет, а Монте, чьи на Россию чтобы уничтожить и уничтожить страницу украины? Вы считаете, что они должны рождать конфликт в Украине и как? Вы считаете, что они должны дать Москве и территории у которых он участвовал и у которых он уничтожил и уничтожил реперендума от автодетерминации или нет? Это то, что я хочу слышать если мы говорим о пакете, а то, что оно будет делать, это пропагандисты на пыли на реперетные национальные права, на пыли, на духе и на правильный реперендуме. И это то, как правило. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok